так друзья вообще тоже 7 июля может восьмое но мне без разницы я пенсионер вот показываю груши и так грушевый сад он вон там остался ой знаете когда минуту назад показывал фильм про абрикосы а вот они черные абрикосы или это отдельно снимем фильм или отдельно был ветер урагана как такого не было но ливень и ветер короткий вот их теперь на косточке почему быстро портится жарко сильно осталось что-нибудь на дереве а единицы практически весь урожай на земле а я собирался еще долго месяц угощать людей но дикая жара он единицы вон они полу зеленый он готовый вот тот упадет но это время такое ладно но я же сказал что сегодня тема груши роскошные крупные груши остались там сниму чуть позже они уже начали сыпаться опять дикая жара не положено в это время опередили время на две три четыре недели и тогда я сказал себе давайте про молодежь как вам груши оказались у меня вот тут вначале было вот это дерево она была огромная вот вот она она была состояла из 1 2 3 4 это было четыре слова все разные я про них рассказывал одно из феноменальных почему я выпилил все никто не это самое никого не не были интересны вот середнячок почти плебей но огромное дерево с урожаем который не гнил на месте потому что плоды были 20-30 грамм и только одна ветка давала плоды 60-80 грамм и вот когда эта ветка 60-80 грамм умерла я просто спилил и теперь у меня появилось место для груш смотрим груша кстати видите вот сегодня косил вот начал косить я не вот эти берегу зачем а сам не знаю не поднимается рука самосемные абрикосы выпилить не поднимается особый потом сам не знаю но несколько купят наверное так и вот она груша груша космическая вот плоды еще зеленоваты вот они видите первые два плодика дерево исполнилось два года его не купили а у нас единственный сам у меня и у Сергея Железова единственный на планете питомник где чем старше чем крупнее сажен тем он дешевле и наконец вот это мы продаем первый год или в крайнем случае второй год у груша очень плохая корневая система вот бывает копаешь 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 и наконец перерубаешь центральный корень сколько можно копать смотришь а этих нету корней вообще и выбрасываешь и уж трех-четырех летку копать вообще бесполезно а весь мир помните цифры были двадцать тридцать сорок тысяч рублей сажене в зависимости от роста один вариант а другие обнаглели для того что тоже саженец это который рекламирует фотографии украденные с это так мало того что она однолетнего он тоже 40 тысяч стоит а здесь так вот два за два года не продал Сергей сколько он мог стоить вот вот кто-то бы купил бы допустим годом раньше не купил дальше предстоял его топор я у него беру раз два и вот третий саженец выкапываю делаю сильнейшую обрезку это же все таки учебный фильм ну-ка где она обрезка моя где моя обрезка вот раз ветка два ветка вы поняли принцип три ветка вот и ниже есть нету и так значит после того когда он же был меньше два раза но все таки он подлежал уничтожению и тогда я его взял к сереже я его забираю вот я уничтожил вот это вот дерево плоды с которого были мягко говоря заварятными и посадил раз ну то есть это была гигантская крона вот тут вот абрикос гигантская крона два и три теперь значит смотрим что получилось да крупноват но прижился хорошо посадил на холм здесь все плохо видно но здесь холм вот так и он не вот посадки вот а на второй год после посадки он была замедленный рост поэтому вот он бы на старом месте если бы его не трогать почему его вы вынуждены были или вырубать или переносить потому что он был бы уже вот таким бы вот по росту и теперь у меня на новом месте есть два плода я проверю правильно ли на бирке написано что это космическое вот я вижу что дерево совершенно здоровое согласитесь вот но есть но вот такое же дерево было перенесено сюда и она начинает загибаться то есть два года на третий год пересадка и вот одно загибается видите я не хвастаюсь я всегда как говорится справедлив и сам себе тоже вот она обрезка раз обрезка два года вот и где-то еще три должна быть и пересадка еще нормальная посадка на холм и все-таки это дерево заболело сравнивайте плодов тут конечно нет вот цвет листьев вот они листья помельче побольнее вот что есть то есть и в результате я его конечно трогать еще не буду вот скорее всего еще год-два и оно будет мертво вот есть еще причина может быть гепатогенная зона или все-таки то что поздно пересадил еще раз говорю очень плохие корни именно у груш это их семей это их генетическое предназначение жить длинным корнем стержневым и при выкопке страдать так что возможно я ошибся надо было не здесь обрезку делать вот вот но это все было ниже она уже все равно росло дерево вот а гораздо ниже и то есть еще больше надо было обрезать и тогда возможно она была бы вот такой же нормальная как и вот эта груша а это погодки они были выбраны сергеем почему за два года их не купили и никаких на 3 4 5 год как вот совершенно невыносимо когда люди считают что куплю 5-8 летнюю да да сразу плоды будут а сейчас костер будет и наконец третья груша я тут еще траву не чистила травы вот практически листик целенький все хорошо так но значит здесь наверно вот 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 она обрезка и в результате груша получилось меньше компактнее но судя по листьям она все в порядке самонастроилась возможно вы часть фильма то и не видели почему-то именно сейчас оказалось что крупный план и тогда что все же я мы потом посмотрим дальше начинается настоящая работа я имею ввиду работа у тире учеба но это будет уже речь пойдет а в золстых деревьях специальные обрезки создание матовского сада это колесе не две это будет скорее все третий фильм вот и в этом третьем фильме что-то прям в глаза лежит вот они вы увидите что надо умудриться и плоды иметь и к сожалению калечить деревья я вам покажу деревья искалеченные которые подозначены только для сбора с них черенков благодарю за внимание и Субтитры создавал DimaTorzok